Добрый день дорогие друзья! Вы на канале Гармония Каменистого Садика вместе с Ольгой. Хочу напомнить, что полмесяца назад в январе я была в Оби и купила по скидочкам 9 саженцев хвойных растений. В предыдущем видео я показывала, как пересаживала их в горшочки побольше размером и потом отправила их на зимовку до весенней посадки на застекленный балкон. А сегодня я хочу вам показать, как они зимуют, как себя чувствуют и как я за ними ухаживаю. Балкон хоть и застекленный, но он не утеплен, поэтому температура воздуха зимой здесь колеблется от 0 градусов и выше. Сейчас в среднем температура воздуха держится где-то плюс 4, плюс 6 градусов выше 0. Это достаточно комфортная температура для их зимовки, но так как ночью температура может быть ниже, то горшочки я утеплила и проверяю, чтобы земля в них не промерзала. Использовала я ненужные толстые тряпочки, ну а землю сверху замульчировала хвойной древесной стружкой. Для более крупных саженцев я брала ведра объемом 12 литров, поэтому земли в них достаточно, чтобы корни саженцев были защищены от вымерзания. Итак, пихта Блау Хекс, этот карликовый сорт, он как раз подойдет для моего не очень большого сада. И планирую я его посадить где-нибудь среди камней на альпийской горке. По форме пихта должна будет вырасти в виде приплюснутого шара с ярко-серебристо-голубой хвоей. И еще большой плюс у нее то, что она медленно растет и у нее очень хорошая зимостойкость. А вот здесь на концах веточек я смотрю сформировались небольшие почечки, из которых вырастут потом побеги. Ну а ежегодный прирост у нее всего 1-2 сантиметра. А это тоже корейская пихта. Сорт называется Сильберлок. В переводе это означает серебряный завиток. И действительно хвоя у нее имеет налет серебристого цвета и слегка немножечко закручивается. На концах веточек располагаются почки, которые впоследствии дадут побеги. Но так как она растет очень медленно, прирост за год всего составляет 4 сантиметра. А вот так выглядят мужские цветы пихты. Они находятся ниже почек. Напоминают ягодки облепихи, так как очень плотно как бы облепляют саму веточку. Обычно цветочки созревают в мае и являются опылителями женских шишек. Пыльца у пихты очень легкая и воздушная и при прикосновении она распространяется вверх в виде легкого желтоватого пыльного облака и опыляют наверху женские шишечки. По идее зимой эти цветочки не должны формироваться на веточках. Но я думаю, что в помещении садового центра, где я покупала эту пихту, температура воздуха была теплой и это послужило их набуханию и развитию. Ну а так как сейчас на балконе прохладно, растение находится в состоянии покоя, я думаю, до первого весеннего солнышка. А так выглядит кипарисовый гитте. Это тоже медленно растущий карликовый кустарник. Веточки у него с поникающей верхушкой. Планирую его посадить тоже в альпинарии. Чувствует он себя сейчас хорошо, хвоя ярко-зеленая и здоровенькая. В моем саду уже 4 года растет такой кипарисовик и украшает альпийскую горку. Веточки его ложатся на камни и тем самым хорошо проветриваются. Ну а зимует он тоже очень хорошо под укрытием. А это, дорогие друзья, та самая елочка коника, купленная по уценке. Она болела и сотрудница магазина сказала, что конечно же ей требуется уход, чтобы елочка не погибла. Мне стало жаль эту малышку и теперь после пересадки дома она уже потихонечку восстанавливается. Напомню, в каком состоянии она была. Хвоя у нее внизу подгнивала и конечно же ей срочно требовалась пересадка. Сейчас елочка чувствует себя намного лучше. Я каждый день ей делаю дождевание и хвоя уже не осыпается. И даже у нее появились небольшие почечки. Кстати, 10 таких же маленьких коник в том году зимой прекрасно перезимовали на балконе. И весной я их посадила вот здесь между туями смарагты. А здесь вдоль дорожки я тоже сажала 12 маленьких елочек коник. Вот посмотрите, какими крошками они были в 2015 году. И вот такими стали в 2020. Канадской елочки Сандерс Блю у меня в саду не было, поэтому я с удовольствием посажу эту голубую красавицу. Она сейчас чувствует себя хорошо. Хвоя у нее здоровенькая и яркая. Елочка Глаука тоже станет украшением любого сада. У нее очень красивая густая крона должна быть и нежный голубой окрас. Кстати, за год молодой побег достигает прироста 26 сантиметров в длину. А вот такими здоровенькими и крепенькими выглядят ее верхушечные почечки. Еще одна красавица Ель Супер Блю. Вот такой крепкий здоровенький саженец. Я думаю, что эта елочка будет красиво смотреться в контрастных посадках с яркими кустарниками. И тоже у нее крепенькие верхушечные почечки, из которых потом разовьются молодые побеги. В моем саду также растут 10 голубых елочек разных сортов. Вот это молоденькая елочка Супер Блю. А это аристократка среди хвойных растений, елочка Энгельмана. У нее очень эффектная коническая крона с серебристым, сизо-зеленоватым оттенком. А эта маленькая голубая красавица с пушистой серебристой голубой хвоей появилась словно из сказки. Настолько же она хороша. Весеннего солнышка она не боится, а хвоя у нее устойчива к вспарениям. Так что укрытие ей не требуется. А вот такие маленькие саженцы я приобретаю. И потом они разрастаются в очаровательных больших красавиц. И еще один саженец, на который я хотела бы обратить внимание, который зимует у меня в горшочке на балконе, это пихта Процера Глаука. Очень живописное и морозостойкое дерево. У него тоже красивая ярко-голубая хвоя. В саду я ее буду высаживать на солнечное место и в кислый грунт. Ну а в саду у меня тоже растут две молоденькие пихты. Одна корейская пихта и другая пихта Нордмана. Это достаточно неприхотливые растения, но в первые годы после посадки я их укрывала на зиму. Для того, чтобы у хвойных растений хвоя была в хорошем и здоровом состоянии, и чтобы им было легче дышать и лучше проходили физиологические процессы, я каждый день их опрыскиваю или делаю им дождевание. Иногда добавляю в воду натуральный препарат HB-101. И вот этим питательным раствором уже опрыскиваю хвою. Ну а так как этот препарат является концентратом из экстрактов хвойных растений, то получается, что для хвойных эти вещества очень близки. Поэтому они очень хорошо усваиваются и оздоравливают растения. Особенно такой питательный раствор помогает сейчас вот этой малышке-конике. Самое главное, что этот препарат натуральный и безопасный. Я стараюсь хорошо опрыскивать хвою, пока вода не польется с иголочек. Вот такими свеженькими после дождевания они выглядят. Вот я и поделилась с вами, дорогие друзья, как я ухаживаю за своими саженцами, которые временно зимуют у меня на балконе в своих горшочках. А сейчас я вам назову сортах хвойных растений, которые я заказала на летний сезон 2021 года в интернет-магазине Opt-Hos. В прошлом году я уже заказывала у них саженцы, и они пришли в хорошем состоянии. Давно я мечтаю иметь в своем саду сосну Шверина. Это, пожалуй, одна из самых красивых сосен и носит имя своего создателя графа Шверина. Эта пушистая сосна очень медленно растет, очень хорошо зимует и имеет красивую длинную голубую хвою. Еще одно растение я заказала, это ель Глаука пендула. Конечно же, это растение на любителя. Она очень необычная, с такими поникающими голубыми веточками. Заказала еще саженец ели сорта Карпатан, с серебристо-голубой хвоей и вот такой вот кустовидной кроной. Еще заказала вот такую елочку сорта Май Голд. У нее молодые весенние приросты, золотисто-желтого цвета. Этот, конечно же, красивый золотой наряд из таких молодых побегов делает эту елочку очень нарядной и привлекательной. Не знаю, рискнула, еще заказала вот такое необычное растение семейства кипарисовых. Называется криптомерия японская сикан. Она имеет карликовую форму, низкорослая, медленно растет и хорошо реагирует на стрижку. Еще я очень люблю, когда на альпийских горках растут яркие стелющиеся можжевельники. У меня растет такой горизонтальный можжевельник Голден Карпик, но я заказала еще такой саженец. Он создает очень яркий ковер и декоративен. Помимо этих хвойных растений, еще я заказала несколько декоративных злаков. Хочу попробовать их в ландшафте сада. Они, кстати, очень хорошо соседствуют с хвойными растениями. Вот такой мискантус китайский, называется Монинг Лайт. И еще мискантус Кляйн Сиберспайн, переводится как серебристый паук. В общем, почти все мискантусы, они декоративны с весны до поздней осени и меняют свой окрас листвы. А еще, дорогие друзья, я заказала вот такое необычное растение, которое называется Мюлленбергия волосовидная. Это многолетнее растение. Оно осенью превращается вот в такую нежную розовую дымку. И последнее, четвертое злаковое растение, это Пенисетум Лисохвостовый. У него очень эффектные пушистые фиолетовые соцветия. Он тоже многолетник, но на зиму лучше его укрывать. Цена на эти злаки, которые я заказала в районе, 300 рублей. На этом, дорогие друзья, сегодня все. Спасибо вам, что были со мной и до скорой встречи.